Так, аномалии окончания. Аномалии окончания. Хватит уже, да, называется? Нас пугать. Но пока еще попугаю. Буду играть в попугая. Так, вернемся в Z по 8Z. Вот. И многочлены над ним. Так. Сейчас я составлю таблицу значений вот такого многочлена. Ну, то есть как функцию его. Запишу как функцию. 3, 4. Поехали. Итак, вот это вот будет X. Это будет F от X. F от X наш. X может быть 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вычисляем. Значит, в нуле минус 1, то есть 7. Единицы. 1 минус 1, 0. В двойке 3. В тройке 9 минус 1, это 8, это 0. В четверке. 16, то есть 0, минус 1, то есть опять 7. В пятерке 25 минус 1, 24, это опять 0. В шестерке 36 минус 1, это 35, это опять 3. В семерке 49 минус 1, это 0. Значит, здесь содержится удивительная информация для тех, кто хоть когда-то занимался хоть какой-то алгеброй. Уравнение X квадрат минус 1 равно 0 имеет 4 корня в Z по 8Z. А именно все нечетные, все нечетные числа. Или вообще, на самом деле, все обратимые числа этого кольца. Все они являются корнем одного и того же уравнения X квадрат минус 1 равно 0. Или одного и того же многочленного X квадрат минус 1. Но мы, на самом деле, как-то привыкли к разным вещам. для обычных многочленов, ну там привыкли к тому, что корней не должно быть больше, чем степень. Так вот, значит, корней меньше или равно дег F это гарантировано только в полях. Гарантировано только для F из P от X. Где P поля. Тут нам ничего не гарантировано. Тут в Z по 8Z, ну в Z по MZ от X, нам ничего не гарантировано. Корней может быть больше, чем степень, как мы сейчас видим. Значит, теперь давайте посмотрим вот что. Давайте попробуем вспомнить, из чего следовала вот вся теория для многочленов. Ну если кто когда изучал, если нет, то просто заново начнем ее изучать. Какая первая теорема про многочлены? Первая теорема о многочленах. Теорема безу. Но для того, чтобы ее сформулировать, нужно научиться делить с остатком. Деление с остатком. Значит, ну, в школе делили, но давайте, так как мы будем вообще делить многочлены с коэффициентами в произвольных кольцах, то, наверное, напомнить надо. Ну давайте пару примерчиков нам, или один хотя бы пример. Вот, скажем, так, 7х кубе плюс 2х квадрат минус х минус 1 делим с остатком. Делить будем. Вот если мы в полях делим, то здесь можно написать любой ах плюс b и вообще любой многочлен. Любой многочлен на любой многочлен в полях делится с остатком. А в кольцах нет. В кольцах надо, чтобы вот это было обратимым. Иными словами, в кольцах делим только вот на такие. х минус b. Ну или на х квадрат плюс что-то минус. То есть в кольцах, значит, сразу напишу. Так, в полях любой на любой. В полях, в смысле, в многочленах с коэффициентами полях. А в кат x только на приведенные. Ну или те, которые имеют старший коэффициент обратимым. Ну это то же самое, что на приведенные делить, естественно. Можно сразу поделить на эти старшие коэффициенты и продолжить на приведенные. То есть должно начинаться просто с хкатой. Но самое простое деление, это просто деление на х минус b. Это просто выполнение следующих операций. Берем этот старший член и делим на старший член. 7х кубе на х, это 7х квадрат, несомненно. Умножаем. 7х кубе минус 7b х квадрат. О, блин. Вычитаем. 7х кубе сократилось. Минус 7b х квадрат стало плюсом. Получилось 7b плюс 2 на х квадрат. Минус х минус 1. Заметим, что за один шаг этого деления у нас снизилась степень многочлена. Ну и мы снова можем разделить. Значит, 7b плюс 2 на х квадрат. Это 7b плюс 2 на х, если разделю старший на старший. То есть рецепт простой. Мы всегда старший делим на старший. Вот тут на один, на х. Просто в данном случае мы каждый раз снижаем степень на единицу и все. Если бы здесь начиналось с х квадрата, то на х снижали бы. Так, ну теперь нужно только домножать уже на все. Значит, 7b плюс 2 на х квадрат. Минус 7b плюс 2b. Все это на b. На х. Вычитаем. 7b плюс 2 на b. Минус 1. И все это на х. И минус 1. А вот. Значит, видите, тут множится потихоньку, потихоньку множится сущности. И это неспроста. Ну и последний шаг деления состоит в том, что здесь х просто сокращается. И остается 7b плюс 2 на b. Минус 1. Вот такое вот выражение. Ну а здесь, соответственно, 7b плюс 2 на b минус 1 на x минус 7b плюс 2 на b минус 1 на b. Что-то такое получилось, да, у нас. А вот 7b плюс 2 на b минус 1. Все это умножилось на b. И если я теперь вычту, то у меня остаток будет такой. А 7b плюс 2 на b минус 1 на b минус 1. А давайте мы это все приведем, чтобы посмотреть, что у нас в остатке вышло. Значит, ну, во-первых, заметим, что любой многочлен можно поделить на любой вот такой х минус а. И у меня до конца будет все делиться до самого остатка. Остатки будет число. Все х у меня всегда сократятся. Вот. То есть получается всегда у меня такой вот результат. Вот у меня получился 7х кубе плюс 2х квадрат минус х минус 1. Получился... Чему он в результате получился равен? Х минус b на какую-то свистопляску вот эту. Я ее не буду переписывать. Плюс остаток некоторый а. А это число. Вот оно. Где а заслуживает того, чтобы его выписать. Чему же равно а? 7b плюс 2 на b минус 1 на b минус 1. Ну-ка, сворачиваем все. 7b квадрат плюс 2b минус 1 на b минус 1 равно 7b в кубе плюс 2b квадрат минус b минус 1. Вам это ничего не напоминает? Теорема безу. Видите, что это такое на самом деле? Это а это f. Вот этот вот. Если это f от x, то это просто значение в точке b. Я подставил b и вычислил число. Вот это число, остаток, оказался равным значению. Теорема безу. Рассмотрим любой. Рассмотрим любое кольцо. k и любой многочлен f от x из k от x. Тогда для любого числа b из k остаток от деления f от x на x минус b равен f от b. Вот так. Доказательства в следующем сюжете. И обсуждение там же.